Люди платили мне за то, чтобы работать со мной. Ну, мне просто было это интересно. Я понимал, что мир движется туда. Около 300-400 тысяч рублей. То есть мы, ну, как бы результат получили очень быстро, на третью неделю. Это IT-сервис по раскрытию генетических талантов людей. У нас, вот, допустим, за этот год было 20 тысяч клиентов. Мы записали весь курс за 4 дня в парке Горького. Всем привет, меня зовут Макс, и я продолжаю вас знакомить с очень интересными резидентами школы Аксель. И вот сегодня у меня в гостях Миша. Миша, представься, расскажи про свой проект. Привет, Максим. Меня зовут Михаил Мартынов. Мы, так уж сложилось, что были в первой группе Акселя, в самой первой, когда вот только все это начиналось. То есть мы с Сергеем как-то были знакомы еще до этого, и он, запуская этот проект, позвал, пригласил. А откуда вы были знакомы? Ну, мы познакомились на Пангане. Вот. И получилось так, что я, в принципе, ну, как-то, знаешь, прислушиваюсь тому, куда зовет Сережа, потому что он такой человек, ну, как бы видящий достаточно. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. И, в общем, мы так сложилось, что запустили первую онлайн-школу, она была по заготовке дикорастущих растений, орехов, грибов. На тот момент я занимался этим бизнесом, и я этим инструментом для себя решал задачу, мне нужны были поставщики. И я отдал профессию. Сейчас, прости, просто сначала такое. А как ты вообще, ну, как ты вообще выбрал такую нишу? Это тот бизнес, которым я тогда занимался, я ввел заготовку дикоросов, то есть это была большая оптовая компания. И мне нужно было решать вопрос качества, чтобы все поставщики стандартизированно поставляли одного качества. Я сделал программу, которая обучала, как заготавливать вот именно этого качества, и начал продавать ее своим поставщикам. То есть люди платили мне за то, чтобы работать со мной, чтобы узнать, ну, как бы, как нужно заготавливать. А я уже говорил, что я готов все купить. То есть не надо париться по поводу продаж. Просто вот изучите, вот вам профессия под ключ, вы будете зарабатывать там от 300 до 500 тысяч за сезон, за три месяца, да, в регионах. Достаточно неплохая сумма. И, в принципе, мы с первого запуска собрали, по-моему, около 300-400 тысяч рублей. То есть мы, ну, как бы, результат получили очень быстро, на третью неделю. Чуть-чуть расскажи про специфику вот твоей онлайн-школы, да, как вообще она функционирует и с чего все начиналось. Всегда интересно вот с чего начиналось и что сейчас и что будет потом. Смотри, когда мы поняли, что, ну, то есть дикороса для меня на самом деле был тест. То есть мне нужно писать, выстрелить, не выстрелить. Я увидел, как это быстро, очень, ну, то есть на первом этапе, и вот, наверное, вот это нужно сказать, это будет ценно. Мы не парились по поводу того, чтобы, знаешь, там, арендовать студию с, ну, каким-то зеленым фоном там и супер качественно что-то. Мы записали весь курс за четыре дня в парке Горького, да, и продали этот курс на полмиллиона и увидев, что есть результат. И в дальнейшем... То есть это первое было, то есть вы, сколько вы вложились в начале? Слушай, я думаю, что, наверное, тысяч 10 рублей нам стоило. Тысяч 10 рублей. Нам стоило создать продающий вебинар, на который мы привели людей. Мы по базе, мы не платили тогда за рекламу, мы по базе знакомых людей, у кого есть e-mail рассылки, там, 50 тысяч человек, 100 тысяч человек. Сделали приглашение, пришло 300 человек на вебинар, заявок было около 800, и в итоге 30 человек купили пакеты от... Ну, в общем, на самом деле, там был 10, 30, 50, ну, вот, как бы, примерно так это выглядит. То есть эта схема по, ну, скажем так, по-акселевски ты делал уже? Да, 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 да. То есть ты до этого, пройдя обучение у них, тут же это имплементировал, собственно, в свою жизнь, да? Нет, мне, знаешь как, у меня, ну, я просто очень, очень много всего происходит в моей жизни. Если я вот сразу же, прямо в этот же день не пойду и не сделаю, я, возможно, завтра уже об этом не буду, там, помнить или переключусь на какую-то другую историю. Поэтому, как бы, когда я вижу знания, я тут же, ну, то есть тут же мы собираем команду, завтра мы едем в парк Горького снимать. Ну, то есть я сразу же проверяю эту концепцию, работает или нет. Вот вебинар, вот на вебинар пришли люди, вот я как-то его провел. Первый, понятно, что, наверное, не идеально, я же их никогда не проводил. Вот, и вот если вот это все дало полмиллиона, то если этим позаниматься, ну, хотя бы, знаешь, там, год, два, три, пооттачивать навыки, подкрутить конверсии, сделать, ну, как бы, удобное такое юзабилити для пользователя по заходу туда, ну, то есть, чтобы ему было интересно в это во все играть, то это, ну, относительно, там, любые результаты. Ну, а в чем принцип, собственно, онлайн-тошколы? То есть вы учите людей заготавливать ягоды? Нет, смотри, смотри, я начал с того, что это был тот кейс, на котором я понял, что это работает. Так сложилось, что на сегодня, ну, я являюсь одним из основателей проекта Evolution Life, и, по большому счету, большая часть этого проекта, то есть это IT-сервис по раскрытию генетических талантов людей, то есть, который мы в том числе используем для подбора своей команды и для того, чтобы, ну, вот мы по этой логике сами строим свой бизнес. Сам принцип, как эта онлайн-школа у тебя выглядит, что люди там получают, да, то есть, и вот нам очень важно узнать, как ты пришел, это начало, что получилось, что вы заработали в начале, ну, ты уже это сказал, но... Ну, смотри, давай, давай, в общем, я буду рассказывать, на самом деле, на примере вот того онлайна, который я сделал в эволюции, потому что он именно, ну, является, как бы, интересным кейсом... Я понял, через эволюцию, да? Да, конечно. Все хорошо. Потому что, ну, про дикорос я могу сказать о том, что если ты даешь, вот главный вывод, да, если ты даешь профессию людям и возможность к моменту, когда они закончат обучение, зарабатывать на этом, это очень интересно. Это всегда людям интересное и востребованное, потому что, ну, слушай, я потратил 5 лет обучения в университете, чтобы мне предложили на выходе работу в Сбербанке с зарплатой 10 тысяч рублей в месяц. Здесь люди, допустим, тратят 50 тысяч рублей, тратят 2 месяца жизни и получают возможность получить какую-то профессию, на которую они могут зарабатывать, вот у нас эксперты, ну, 150-200 тысяч в месяц. Это же круто. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. И поэтому в эволюции мы, допустим, тоже оттолкнулись от навыка профессии эксперта эволюции, то есть люди, которые сталкиваются со своей картой, их эксперты, которых мы обучаем, ведут, получается, и в марафоне. То есть мы таким образом экспертам даем работу внутри нашего как бы сообщества. То есть они востребованы, им сразу начинают зарабатывать. И по итогу, когда люди выходят из марафона или идут внутри него, то у них создаются ряд вопросов, на которые эксперты тоже уже платно дополнительно их консультируют. И это такая, знаешь, такая система сообщества, в которой люди заходят, проходят марафон, понимают, что эти принципы работают, это круто. Дальше они хотят к этому присоединиться, стать либо экспертом, либо партнером. И вот, в общем, вот вся эта история. В предыдущем бизнесе было 110 сотрудников, 22 филиала, экспорт, телефон звонил каждые 15 секунд. Я хотел построить какую-то легкую модель, в которой не будет так, что чем больше компания, тем меньше у меня времени. Наоборот, чем больше компания, тем больше у меня времени. И, ну, как бы вот строить отдел продаж мне не хотелось. Поэтому я придумывал такую воронку, которая, как бы, сама, условно говоря, закрывает и переводит людей на следующие, там, этапы. У нас достаточно простой вход, то есть люди заходят за тысячу рублей просто посмотреть, там, на наш сервис, что ли, да? То есть, и это, как бы, кейс, наверное, для тех, у кого есть какой-то основной продукт, например, вот как у нас, да, это IT-решение эволюции. И мы просто онлайн-школой, да, создали инструмент внедрения этого и, как бы, инструкция, объяснение этого IT-сервиса своей аудитории. Понимаешь? То есть, как бы, еще большего донесения смыслов, как это работает и так далее. И вот, как бы, когда человек заходит, там, с тысячи рублей, потом он заходит, покупает общий доступ за пять пожизненный, потом он в какой-то момент понимает, что он прочитал, ему нравится, но это не влияет на его жизнь никак. И иногда людям кажется, что когда они просто уже что-то знают, им как будто кажется, что они это уже якобы сделали. Но на самом деле ничего не поменялось. И мы говорим, вот, 30 дней делаем. Все, люди делают, получают, как бы, там, результат финансовый, x10, не знаю, кто-то там восстанавливает семью и так далее. То есть, разные происходят истории. То есть, это суть того, что люди сталкиваются с продуктом, вот. И на выходе из этого, ну, как бы, основного такого продукта им предлагается уже профессия, для тех, кому реально, кто в этом заинтересовался. То есть, более глубоко разбирать людей. И профессия сейчас, ну, на мой взгляд, наверное, является самой востребованной, ну, некой такой нишей в сфере онлайн-школы. В этом году на Бали была конференция, Аксель, на которой мы с тобой тоже виделись. Расскажи, вот, как вообще взаимодействовать с другими, как это быть на таких конференциях и помогает ли это для дальнейшего развития? Ну, слушай, ну, это на самом деле вот четвертая причина, которую я не назвал того, что дает Аксель, да? То есть, что конкретно дает... Вообще, это нетворкинг, это тусовка. Это возможность общаться с такими же, как и ты, которые хотят изучать те технологии, которые находятся на гребне волны, чтобы быть в тренде, создавать что-то интересное. И когда таких людей собирается, там, 200 человек, и приезжают такие крутые спикеры, там, как Высоцкий, не знаю, там, Полонский... Аветов. Аветов, да, то есть... И мы общаемся не в позиции... Оскар Хартман. Там, знаешь, Оскар Хартман, да, то есть мы общаемся не в позиции, все там, в пиджаках и, в общем, как бы, что-то там у нас какой-то есть фасад. А мы просто сидим и разговариваем, да, как на нормальном человеческом уровне, делимся опытом. И причем он полезен для всех, потому что, как бы, у кого-то есть взгляд вот на эту историю, у кого-то есть такой опыт. И ты за, на самом деле, за эти 7 дней понимаешь опыт, там, 200 онлайн-школ, понимаешь? То есть люди, как бы, делятся, у нас вот это сработало, у нас вот это вот. И ты уезжаешь с таким инструментарием, ну, как бы, знаний и фишечек, внедрение каждой из которых, там, сильно влияет на результат. Плюс, ну, это некая энергетика, возможность общаться с людьми, у которых результат сильно выше. Да, круто. Как бы каркас, метод, он такой же. То есть вебинар, да, то есть устраивается вебинар, потому что мы понимаем, что мы не можем, ну, вот просто через сервис что-то донести пользователю. А здесь у нас появляется двух-трехчасовая возможность. Как бы контроль управления показываете. Да, объяснить, донести, задать вопросы, ответить, понять, что на самом деле им нужно, понимаешь? Это вот, ну, как бы, просто инструмент общения со всей своей аудиторией. И благодаря этому инструменту можно очень быстро наращивать эту аудиторию. То есть у нас вот, допустим, за этот год было 20 тысяч клиентов. То есть я не могу пока что найти какую-то, ну, такой другой объективный инструмент, как вот за год сделать там 20 тысяч клиентов, как мне через интернет и онлайн, понимаешь? То есть это без особых каких-то вложений получается? Ну, в смысле, это без отдела продаж и без маркетинга. Прикольный кейс. Вот. И получается, что когда человек попадает в систему, в которой ему достаточно понятно объясняют перспективы его движения и, ну, некие социальные роли, то есть, ну, я, видишь, я просто на это смотрю, как на сообщество. То есть я человек, мой клиент, он один раз придя ко мне, он, в принципе, не должен уходить. То есть я должен создать такие условия для него, для развития, что ему просто в этом должно быть очень комфортно. И он, не важно, там, продавец он или создатель чего-то такого там, про какого-то продукта, он в этом сообществе развивается дальше. Вот. И в том числе, как бы, развивает себя, развивает следующих клиентов. То есть это такая, ну, вот, как бы такой большой живой организм. Ну, ведь эксперты есть. Да. Как происходит выбор эксперта? Они проходят трехмесячное обучение, в процессе которых сдают чекпоинты, и в конце они сдают экзамен. Платные? Да, да, да. То есть это платное обучение. И в конце которого они сдают экзамен, сертифицируются, мы их добавляем на сайт, на наш, даем им в том числе трафик. То есть они и сами могут это делать, но они, мы и мы им даем, то есть мы загружаем, как бы, ну, некая такая колонка, ведущие эксперты. То есть человек заходит в продукт, да, он этим продуктом пользуется, проходит через марафон. То есть, мне кажется, это лучший, да, какой-то вариант. Смотри, то есть, чтобы вот не погружаться конкретно в наш продукт, в принципе, любой, я думаю, человек, который смотрит, может устроить, не знаю, месячный или недельный, но какой-то ознакомительный тестовый период бесплатный, допустим, для своей аудитории. То есть вот у нас первые семь дней из 30, они бесплатные. То есть мы даем людям, как бы, в это включиться, попробовать, прочувствовать. И очень большая доля людей, она, как бы, делает доплату и идет дальше, потому что у них появляются новые друзья, новое, как бы, окружение. То есть мы создаем для них некий, как бы, такой мир, в котором у них условия для развития гораздо выше, чем в своем, в котором все отговаривают, которые, там, ну, там, окружение как-то влияет и так далее. И получается, что, в принципе, вот создание какого-то продукта, который объясняет очень круто смыслы вашего, ну, допустим, какого-то основного продукта, и вместе с этим по окончанию этого продукта у человека есть возможность либо, там, сотрудничать с тобой, продавая этот продукт, либо пойти на, условно говоря, получить какую-то профессию. То есть это в целом про то, что ты должен для клиента давать возможность, ну, как бы, роста внутри твоего сообщества, придя один раз. То есть у нас очень много людей, то есть у нас все подрядчики, знаешь, там, люди, которые, ну, как, с которыми мы как-то работаем, это все наши клиенты, все люди, которые пришли, у нас получились, прошли наши, вот, онлайн-курсы и, в принципе, сказали, что нам настолько все нравится, что мы хотим что-то для вас делать. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервью. Твоя онлайн-школа, да? Полностью объясни, что это, с чем это едят, для кого оно и, ну, каков результат обучения в такой онлайн-школе. Окей. Ну, начну с того, что по большому счету мы все являемся биороботами, которые живем, условно говоря, в матрице. У нас есть у каждого своя программа. Вот так понятнее, да? Ну да. Программу мы получаем в момент рождения, которая прошивается в нас лучами нейтрино, это мельчайшая частица, которая обладает массой. Это доказали, и за это получили Нобелевскую премию в 2012 году, что, по сути, мы живем в неком энергополе, то есть и в Древнем Китае это называлось энергия ци, у индусов прана, у славян жива, в православии святой дух. И по большому счету, вот, когда мы приходим, условно говоря, на свет, вот в этот момент мы получаем задачу, которую, если мы отыгрываем, по большому счету, мы успешны, у нас все хорошо, у нас есть признание, у нас есть успех, у нас гармоничная семья, мы востребованы, жизнь нас не учит какими-то сложными уроками. Если мы не отыгрываем, ну, условно говоря, тот урок, который нам нужно пройти в этой жизни, мы получаем разного рода уроки, то есть, как бы, самое простое – это потеря денег, чуть сложнее – это здоровье, и, ну, как бы, если уж совсем непонятно – смерть. Вот, поэтому мы по большому счету помогаем расшифровывать эту программу, объяснять людям, в чем она, и человек, переходя на эти рельсы, начинает проживать с нами пробный месяц, да, который мы зашили в марафон. То есть, а что, если бы ты жил так, как ты на самом деле сюда пришел, с какой задачей ты сюда пришел, и вот он смотрит и удивляется, потому что, ну, как бы, сценарии жизни начинают очень сильно преображаться и меняться, потому что человек просто на самом деле изменяет какие-то привычки в питании, начинает системно заниматься своим телом, практиками каждое утро, начинает действовать из правильной мотивации, которая именно его подпитывает, потому что у нас у всех она разная, и если тебе говорят про какой-то кейс, типа, вот, у него получилось, это практически 100%, что у тебя не получится, потому что это у него получилось, понимаешь, он такой. И задача, получается, ну, как бы, раскрывать нашего продукта, по большому счету, это раскрывать индивидуальность человека. А вот самый первый марафон, какие были вложения и сколько людей в него вошло? Самый первый марафон мы провели на 80 человек. Мы тогда выступили, мы собрали этот трафик, выступив на бизнес-молодости, выступили перед 400 людьми, продукт за 1000 рублей пробный купило 270 человек из зала, и вот из них 80 человек купили потом за 10 тысяч продуктов, вот тогда 10 тысяч, месячный марафон по внедрению этих знаний. То есть сервис по просмотру своей индивидуальности в итоге вырос в результате в школу проживания себя, вот что получается. Да, это школа проживания своего предназначения. И это может быть, знаешь, сейчас, вот я понимаю, как это звучит, типа, это какой-то, наверное, такой одухотворенный одухотворизм, да, но нужно понимать, что я до этого, как бы, очень материальный бизнесовый чел, как бы, который я раскачивал компанию, у нас был, там, оборот 420 миллиардов в 16-м году, то есть для меня, вот, как бы, не существует ничего, пока это не работает. Когда я увидел, что это работает, я, ну, понял, что я в это буду верить и это нести, потому что, по большому счету, ну, просто у меня сейчас нету никакой более зажигающей миссии, чем сделать так, чтобы 7 миллиардов людей, как бы, каждый нашел себя и смогли проживать счастливую, нормальную жизнь. Ну, вот, кстати, на данный момент расскажи, какие результаты в вашем проекте. За год, ну, мы стартанули 2 февраля, вот это вот выступление было 2 февраля, вот. Я не договорился, что на выходе через месяц еще 20 человек из вот этих 80, то есть конверсия 30% на каждом этапе, перешли, оплатили эксперта эволюции, он тогда стоил 60 тысяч, мы собрали еще миллион 200, то есть мы заработали суммарно через месяц от старта проекта 2 миллиона рублей. И вот, в принципе, то есть мы сразу же стали прибыльные с момента запуска, ну, то есть мы не привлекали никаких инвестиций, мы на эти же деньги как бы развивались, и в целом мы заработали, ну, наверное, на сегодняшний момент где-то 22, 23, может, уже 25 миллионов, то есть вот за, ну, чуть меньше года. Это без особых вложений, там, в рекламу? Маркетинг не было вложений, только дружеские коллаборации. Ну, может быть, знаешь, какие-то, типа, тесты, там, на которые суммарно потрачено, может быть, 1200 рублей, да, то есть, ну, вот у нас продукт, он, понимаешь, когда ты, допустим, продаешь то, что уже понятно и есть на рынке, это одна история, когда ты продаешь что-то, чего вообще нету, и как бы люди в 99% случаев слышат сейчас впервые, да, об этом, нужно объяснять и вовлекать свою идеологию, и вот как бы над этим надо работать. По большому счету, очень крутой инструмент, это вебинар, в рамках которого ты как раз и можешь этот, ну, как бы кратко донести, дать людям эту возможность и пригласить их последовать за тобой в неизвестность с четким желанием и верой, что у тебя получится. Вот это все, что ты сейчас рассказываешь, можно ли сказать, что благодаря тому, что ты получил в Акселе, вот эти знания, эти инструменты, благодаря вообще твоему жизненному опыту, но в то же самое время, да, вот Аксель, он, так сказать, направил вот в эту сторону, какие самые важные вещи ты вынес от обучения там, и посоветуешь ли ты остальным заниматься открытием онлайн-школ? Ну, знаешь, как это у меня, то есть я, естественно, когда пошел, я не знал, что я буду открывать онлайн-школу, нет, я просто пошел в неизвестность, мне было интересно посмотреть, что такое онлайн-школа. И, естественно, до контакта было ощущение, что, блин, это же так все сложно, ну, короче, это там вот эти лендинги, все это как бы делать, там, что-то настраивать, потом, но когда ты реально как бы каждый день просто знакомишься с каждым новым элементом, ты понимаешь, что это достаточно легко, раз. Во-вторых, есть люди, которые в этом разбираются, с которыми там, ну, ты можешь это делать сам, но у меня была концепция, просто объединился с ребятами, которые мне, ну, как бы создавали контент, я был, по сути, экспертом, вот, и мы договорились на таких началах. Но самое важное, как бы, что я в этом увидел, вот даже в рамках обучения с другими ребятами, важно делать, то есть важно, как бы, не то, чтобы там что-то, даже если ты не понимаешь, какую школу, важно вот что-то начать делать, то есть какую-то школу открыть. Естественно, ну, в том числе и наш сервис, он, допустим, может ответить на вопрос, какую нишу тебе открывать, какая у меня школа у тебя получится. Ну, множество есть инструментов, на самом деле. Ну, мы говорим конкретно об Акселе, поэтому, да, вот так. Поэтому, ну, здесь, смотри, здесь самое ценное, что я увидел, это то, что с вебинара можно продать, автовебинары, да, то есть можно продать свою услугу относительно неограниченному количеству людей. Ну, а вообще команда Акселя, она помогает до сих пор? То есть ты приходишь к ним с вопросом или, допустим, ну, есть какой-то сюппорт вообще? Мы постоянно, ну, видишь, так как я... Более тесно, да. Более тесно, да, знаком с ребятами, наверное, чем, ну, там, ну, не знаю, большинство, наверное, резидентов Акселяратор. Мы общаемся лично и, естественно, то есть тот опыт, который есть у ребят, если вообще на них смотреть с точки зрения, ну, типа там, конкуренции какой-то, то есть это 100% самые компетентные люди в построении онлайн-образования, там, да, Дима Юрченко и Сережа Капустина в России, ну, наверное, в СНГ, может быть, и еще в более широком географическом пространстве. Поэтому, ну, я просто сторонник того, что, ну, как бы вот есть какой-то мастер, да, как бы он владеет вот лучше всех, но вот к нему и надо идти. То есть если вообще есть желание как-то в этом разобраться, просто нужно туда идти и все. А с точки зрения поддержки, ребята делают все для того, чтобы до тебя доходили и те технологии современные и те, там, не знаю, инструменты, которые есть на рынке. Основная задача, основная работа происходит, ну, как бы не здесь, она происходит внутри тебя. Делаешь ты что-то с этим или ты там ноешь, условно говоря, или ты сделал один раз, у тебя не получилось, и ты сделал вывод, что онлайн-школа не работает. Ну, это же, ну, как бы... Вот, кстати, хотел, вот, мне кажется, крутой вопрос сейчас задам. В наше время очень такое хейтерское, да, вот люди все говорят вокруг онлайн-школы, онлайн-школы, онлайн-школы. Почему сейчас вот человек, который будет смотреть это видео, почему он должен подумать о том, что да, блин, слушай, надо все-таки к ним пойти? Вот твое мнение просто. Первая причина прогресс. Прогресс онлайн, возможность удаленного общения с клиентом. Все меньше, я думаю, будет компаний, которые будут сидеть там где-то в каком-то офисе, и все больше будут людей, которые будут работать удаленно. Люди все больше будут путешествовать. Когда мы понимаем, что в современном мире скорость развития такая, что уже вообще не актуально никакое там, не то что пятилетнее образование, а какое-то образование, навык полученный, которого ты не можешь применить прямо сейчас. Поэтому онлайн-школа – это возможность за месяц, за два получить какой-то навык, способность, возможность реализации. И это будет более востребовано, даже чем общая система обучения, потому что в конечном итоге, я думаю, что все вот эти навыки оцифруются, и ты будешь, в принципе, в интернете по одному клику быстро находить, там, как стать скрипачом, как научиться вязать там бантиком, да, как печь пироги там и так далее. То есть ты, по сути, сможешь получить любой навык здесь сейчас, там, сделав оплату. Вот Миша так вкусно про все рассказал, а теперь, мне кажется, самое время, чтобы предложить тем, кто смотрит это видео, какой-нибудь подарочек, который должен быть, ну, у всех, кто к нам приходит, к нам в передачу, да. Ты имеешь в виду от нас какой-то, да? Конечно, от твоего проекта, чтобы люди ознакомились, да, чтобы они стали ближе к себе, тем самым, то, что они войдут в твой проект. Окей, окей, окей. Так, давай сделаем так. Давай мы дадим промокод, мы укажем его, да, где-то там, или видео, или где. Мы дадим промокод А10, Аксель 10 он будет, да? Аксель 10. Или Аксель 10. Давай Аксель 10. Аксель 10. Аксель 10, он, по этому промокоду будет ссылка 10% на любой продукт эволюции. А по, допустим, так, по продукту HR, у нас мы сделали сейчас на базе нашего движка, отдельный продукт по, я просто думаю, что для ребят это будет актуально, по набору команд, то есть по формированию команды, по пониманию функций в команде, то есть мы забиваем туда всю команду, условно говоря, и он показывает совместимость от 3 до 5 человек. И ты имеешь возможность как бы собрать команду со всеми бизнес-талантами, и она взлетит. Вот, ну, пример такой команды наша, Facebook, Beatles, то есть это просто люди, ну, как бы, секрет не только в том, что они там по 18 часов фигателя, секрет в том, что они изначально были очень, как бы, сильным таким эгрегором, и поэтому они, как бы, и росли. Поэтому, по большому счету, задача собрать правильных людей в команду, и там это, на этот вопрос вот как раз там раздел бизнес отвечает, и второй раздел HR, там как раз-таки расписать компетенции, увидеть компетенции людей в своей команде. Туда вообще дадим 3 бесплатных доступа, то есть можно просто бесплатно зайти, давай тоже там укажем где-то ссылку на этот сервис, и забить туда 3 людей из своей команды, это будет бесплатно, и посмотреть, каких талантов вам не хватает, и какие проблемы будут в вашей команде из-за этого. То есть это прямо, знаешь, такой, ну, типа, забили команду, и диагноз, как у врача. Что сейчас у вас происходит? Это так прикольно, когда люди... Почему не взлетаем? Да, да, да. Почему сидим на месте? И получается, что человек, опять же, понимает, что прямо сейчас сделать, кого привлечь, какие таланты, какие перестановки, чтобы это было. У нас есть живой кейс, мы внедрили эту технологию Александру Змановскому, это один из франчези Высоцкий консалтинг, он внедрил это в компании в Алма-Ате, и они сделали рекордный месяц по выручке в тот месяц, в который мы это внедрили, и компания приросла по году на 75%, хотя остальные компании его приросли там на 15-20%. То есть, ну, как бы, по его собственному выводу, это только благодаря этому внедрению, то есть только благодаря тому, что он, знаешь, такие вещи были прикольные. Он взял, допустим, девочку из отдела продаж с определенным талантом надзора и поставил начальником производства. И все, и перестали, как бы, ну, поступать какие-то недовольства от клиента, потому что ей очень нравится контролировать, и она, как бы, этот процесс делает круто. В общем, это какие-то простые действия, которые просто нужно сделать в компании, чтобы компания взлетела. Я думаю, что ребятам будет актуально. Даем там три бесплатных профиля вообще, чтобы вы могли протестить, посмотреть. Возможно, вам это поможет собрать команду мечты для онлайн-школы. Да кто ж не хочет собрать команду мечты? Конечно, все хотят собрать команду мечты. Вот Миша как раз ее и собрал в своем классном проекте. Спасибо тебе большое. Слушай, спасибо, что позвали. Да, вот. Так что, ребята, давайте, создавайте свои продукты. Видите, как поучился человек, как делать онлайн-школу, и создал такую огромную-огромную историю, которая теперь еще позволяет не просто узнать о себе, так еще и при этом команду собрать таких же, кто хочет узнать о себе и двигаться в правильном направлении. А дальше мы, знаешь, что сделаем? Мы сделаем еще сервис по отношениям. То есть мы будем, в принципе, говорить о том, короче, ждет тебя счастливое будущее с этой дамой или нет. То есть комплексно просто вас эволюция покроет. Да, да, да. Не, у нас большая цель. У нас на этот год цель 200 тысяч пользователей. То есть мы хотим еще в 10 раз вырасти относительно того, что есть сейчас. И я думаю, что у нас получится. Крутяк. Спасибо тебе большое. Ну, а это с вами был Макс, который опять вам рассказывает про классные кейсы резидентов акселератора. Всем онлайн-школы. Всем онлайн-школы, всем онлайн-школы. Все, стоп. Давай-ка пожелание какое-нибудь нашим зрителям. От себя, от сердца, от Аксель. Ты же резидент. Пожелание. На самом деле я желаю вам максимально использовать те возможности, которые особенно сами приходят в вашу жизнь. И если вы по каким-то причинам непонятным вселенной смотрите это видео, то, скорее всего, происходит это не просто так. Поэтому вопрос действовать или не действовать. Вот он, по большому счету, всегда вопрос этого выбора. Идти по темной стороне или по светлой. Делать созидание или делать разрушение. Если вы готовы к созиданию, то я рекомендую так или иначе ознакомиться с продуктом, допустим, Аксель, или приехать на тусовку. То есть если мы говорим о развитии сообщества резидентов, то мне участие в этом сообществе очень много чего дает ценного. И я думаю, что я смело могу рекомендовать и ставить свое имя под это. Потому что понимаю ценности, понимаю, насколько довольны вы будете после того, как вы сделаете вот этот шаг, который, возможно, страх или сомнение или еще какая-то история или прошлый опыт удерживает его сделать. Поэтому действуйте, действуйте. Жизнь не такая уж и длинная. И пусть, я думаю, что вот лично моя позиция, пусть лучше будет больше опыта в старости по поводу разного рода ошибок, правильных действий, интересных, чем ты, ну, как бы просто проживешь жизнь, сидя в, знаешь, в ракушке и как бы не выходя из нее вообще. Ну, то есть... Выходите из ракушки, создавайте онлайн-школы, и делайте полезное все для этого мира. Да, Миш, спасибо тебе огромное за... Какое прекрасное интервью. Хай! Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...